У меня есть песня, и я ее пою. В общем, все прелестное. Тру-лю-лю-лю-лю-лю. Приветствую вас, друзья. С вами я, Александр Щербин. Это праздничный выпуск. Хотя вы можете смотреть его и в самый обычный день, и сделать из него праздник. Новый год, день рождения или этот… как там его? День интерференции и отпущения грехов. Такого праздника нет? Значит, будет. Чудеса случаются. Вообще-то это серьезный фильм, но сегодня я буду шалить больше, чем обычно. Так что не устраивайтесь поудобнее. Сегодня это не к месту. Интересно. Многие блогеры в начале своих видео предлагают зрителям заварить чай, кофе, запастись печеньями и наделать бутербродов. Зачем? Если в каждом видео нас призывают поглощать еду, это сколько же нам нужно съесть печенье и бутербродов? Я понимаю, что некоторые из вас не переваривают мои шутки. Вы можете их пропустить. В видео есть оглавление с таймкодами. Выбирайте исключительно серьезную научно-техническую информацию. Она тут есть. Остальные серьезные зрители с чувством юмора станут свидетелями… свидетелями чего? А вот это интрига. Весь этот выпуск снят на основе ваших вопросов и пожеланий, которые я заранее попросил вас прислать мне. Итак, приступим. Начнем с простых. Мой японский подписчик Юра спрашивает. Какое напряжение следует рассматривать при питании анода ламп, измеренное на выпрямителе или фактическое, действующее? Если не ошибаюсь, конденсатор после выпрямителя заряжается пиковым, и при замерах мультиметр покажет его. С лампами дело не имел раньше. Да, опять ламповая техника. Хоть это простой вопрос и большинство из вас знает на него ответ, но в нем есть один нюанс, на который многие радиолюбители не обращают внимания. Классический блок питания состоит из трансформатора, выпрямителя обычно двухполупериодного и фильтра, который очищает питание от гармоник частоты промышленной сети. Также в блок питания может быть включен стабилизатор напряжения. Кстати, он тоже и даже гораздо лучше фильтрует напряжение от тех же гармоник. Теперь где какие значения напряжений? На выходе трансформатора мультиметр покажет эффективное значение переменного напряжения. И вообще стрелочные приборы и почти все цифровые мультиметры измеряют эффективные значения напряжения и тока. На выходе выпрямителя вольтметр тоже покажет эффективное значение пульсирующего напряжения. Однако при этом фильтрующий конденсатор должен быть отключен. Как только мы его подключим, напряжение увеличится до амплитудного значения. Однако как только к этому блоку питания мы подключим нагрузку, конденсатор фильтра за время между пиками напряжения будет разряжаться примерно так. Чем меньше сопротивление нагрузки и больше потребляемый ток, тем глубже будут эти провалы. Вот эта переменная составляющая питающее напряжение называется пульсациями. Как не трудно догадаться, величина пульсации будет зависеть не только от величины нагрузки, но и от емкости этого конденсатора. Чем больше емкость и меньше ток, тем меньше пульсаций. В транзисторных усилителях величины емкости этих конденсаторов могут достигать нескольких десятков тысяч микрофарад. Но даже такие большие значения емкости полностью не спасают от пульсации. Положение спасает стабилизатор напряжения. Он же выполняет функцию электронного фильтра. На выходе такого стабилизатора может быть практически идеально чистое постоянное напряжение. Однако у стабилизаторов есть небольшой недостаток. КПД у них отнюдь не 100%. На регулирующем элементе будет рассеиваться значительная мощность. Сейчас речь у нас о непрерывных стабилизаторах. В импульсных картинка несколько иная. О них в другой раз. Если вы обратили внимание, то в усилителях низкой частоты мощные каскады питаются без стабилизаторов. Объясняется это двумя причинами. Первую вы уже знаете. Будут значительные потери в стабилизаторе. Это лишние расходы не только электроэнергии, но и железа в буквальном смысле слова. Радиатор для регулирующего транзистора должен будет иметь площадь рассеяния гораздо больше, чем у выходных транзисторов. А вторая причина – стабилизатор там вообще не нужен. Двухтактные и дифференциальные каскады практически не чувствительны к пульсациям питающего напряжения. А большинство современных аналоговых усилителей строят именно по таким схемам. А теперь ламповые усилители. Большинство из них – это однотактные. Для них чем меньше пульсация питания, тем лучше. То есть имеет смысл увеличивать емкость фильтрующих конденсаторов до нескольких десятков микрофарад. Нет, вы не ослышались. Не десятков тысяч, а просто десятков микрофарад. Дело в том, что, во-первых, нодное напряжение – это сотни вольт. Высоковольтный конденсатор большой емкости имеет внушительные габариты. Его еще и не сыщешь. Во-вторых, потребляемый ток у ламповых усилителей – это всего несколько сотен миллиампер. То есть незначительные пульсации можно получить даже с такой вроде бы маленькой емкостью конденсатора. Кроме того, из-за относительно небольшого тока в ламповых схемах в качестве фильтра можно использовать LC-фильтры. Индуктивность дросселя может достигать единиц Генри, и активные потери при этом будут незначительные. Стабилизатор напряжения для питания ламповых усилителей – это редкость. Стабилизацию, если используют, то, например, для цепей смещения. А теперь о том нюансе, о котором некоторые радиолюбители забывают. В момент включения блока питания из-за того, что конденсатор фильтра разряжен, происходит бросок тока через выпрямительные диоды. По сути, в этот момент получается короткое замыкание. И чем мощнее трансформатор блока питания, тем больше этот пик тока. Длительность пика зависит от емкости конденсатора. Если вы выбрали диоды только по максимальному постоянному току без учета тока в этом импульсе, то диоды могут погореть. При малой емкости конденсатора импульс получается короткий, и его длительность обычно вполне укладывается в значение длительности максимального импульсного тока. А если емкость большая, то длительность импульса может быть очень длинной и превысить максимально допустимую длительность импульса перегрузки, и возникает большой риск поджарить диоды. Что можно сделать, чтобы обезопасить блок питания в момент включения. Есть несколько вариантов. Первый, конечно же, выбрать диоды с подходящими максимально допустимыми параметрами. Второй. В случае, если у вас нет диодов с большим импульсом током, то можно сделать плавный заряд конденсатора примерно по такой схеме. При включении конденсатор заряжается через небольшой ограничивающий ток-резистор, а через несколько секунд срабатывает реле времени и закорачивает его. Третий – это ретроспособ. Его имеет смысл применять лишь в ламповых усилителях. Использовать в качестве выпрямителя кинотроны. Да, у них масса недостатков, но есть два побочных полезных качества. Из-за того, что их катод разогревается довольно долго, ток через них увеличивается очень плавно и также плавненько зарядится конденсатор фильтра. То есть никакого поражающего электронные приборы импульса не будет. Кроме того, анодное напряжение появится в момент, когда катоды ламп уже достаточно разогреты. А это довольно сильно увеличивает наработку на отказ ламп. Кстати, в качестве четвертого способа в ламповых схемах можно считать включение дросселя в фильтр питания. Он будет компенсировать бросок тока, ведь ток через индуктивность мгновенно увеличить нельзя. Закон природы, однако. Данил Шкарин задает сразу несколько вопросов. Хотелось бы услышать про пьезодинамики. Как они согласуются с ламповыми и транзисторными усилителями? Какая ограниченная частота работы? Могут ли пьезодинамики заменить высокоомные наушники? Пьезодинамики существуют. Существуют они в основном для вспомогательных целей – пищалки, звонки, игрушки и прочие гуделки. Использовать их для музыки и речи, на мой взгляд, странно. Их параметр для этого совсем не подходит. Это гигантская неравномерность АЧХ. О басахе речи быть не может. Нельзя получить больших деформаций и кристаллов. Но зато можно сделать очень высокочастотные излучатели. Они хороши, например, для ультразвуков вплоть до мегагерцов. Согласовывать их очень просто. У них высокое и даже очень высокое активное сопротивление, но есть емкостная составляющая. То есть, это значит, что можно качать каскадами с общим эмиттером или катодом и без трансформаторов. Нелинейные искажения очень большие. Заменить пьезиком высокоомные наушники? Почему бы нет? Они уже высокоомные. Значит, можно. Но качество звука будет весьма специфическим. На мой взгляд, это весьма сомнительное удовольствие. Хотя… Экспериментируйте. Может быть, вы будущий Эйнштейн, и у вас все получится. Роман Рыщий пишет. Если уж предполагается новогодний выпуск, то значит, должны быть чудеса. Когда-то на радиостанции Deutsche Welle выходила программа, посвященная Дейксингу. Однажды там сообщали о якобы существовании в эфире фантомных сигналов радиостанции из прошлого. Приводился пример появления сигнала СОС с Титаника, появляющийся с какой-то периодичностью в определенные годы. Возможно ли такое? Есть ли у вас опыт обнаружения в эфире сказочных и загадочных явлений? Чудеса. Это всегда хорошо. Сегодня как раз день чудес. И в моей жизни они не раз случались. Но обо всем по порядку. Бесчисленное количество источников информации в интернете и, судя по всему, в далекие времена великого противостояния систем, та самая подрывная радиостанция «Немецкая волна», передачи которой усиленно давили советские глушилки, сообщают. 15 апреля 1972 года радист американского линкора Теодор Рузвельт принял сигнал СОС. Сквозь помехи в наушниках прорвалась морзянка с призывом прийти на помощь тонущему Титанику. Радист Ллойд Детмар решил, что свихнулся, но на всякий случай запросил берег. Мало ли, может быть и в самом деле кто-то тонет. Ответ с берега был на удивление спокойным и странным. На сигнал СОС не реагировать, следовать прежним курсам. Далее текст в таком же духе. Да уж. Чудо? А что? Почему бы нет? Пространство же кривое. Радиоволна может уйти и плутать в бесконечных просторах Вселенной по замысловатым траекториям и каждые шесть лет возвращаться в радиоприемные устройства, слушающие частоту бедствия 500 кГц. Эх… Даже навскидку тут заметен художественный свист. Начнем с того, что сигнал с такой частотой за пределы ионосферы Земли уйти не может. Значит, браздить просторы Большого театра не получается. Следующее. В 1972 году уже давно были другие аварийные частоты. Что это вдруг радист вздумал слушать старый диапазон? Да и я очень сомневаюсь, что на этом линкоре была такая аппаратура. И вообще, какого черта? Линкора Теодор Рузвельт в 1972 году не существовало. USS Теодор Рузвельт CVN-71 был заложен в 1980 году и введен в эксплуатацию в 1986. Так что все. Дальше эту историю можно воспринимать только как байку. А вот радиоэхо я сам неоднократно слышал. По этой теме можете посмотреть мой фильм про распространение радиоволн. Кстати, сегодня на морских судах существует целый комплекс глобальной аварийной связи GMDSS. В нем сигнал SOS не требуется. Там все происходит автоматически. Фантом сигнала SOS Титаника – это романтично. Но это миф. А вот настоящая загадка – это радиостанция УВБ-76. Загадочная жужжалка, которая помимо жужжания спонтанно передает странные послания различными видами излучения. Что они означают, никто толком сказать не может. Вот я совсем недавно решил послушать ее и неожиданно она стала передавать на этот раз азбукой Морзе странный текст. Вот что мне удалось записать. Странно. Мне бы очень хотелось рассказать об этой таинственной радиостанции, но достоверной информации о ней мне найти пока не удалось. Даже в Википедии сплошные домыслы. У меня тоже есть догадка. Кстати, друзья, если у вас есть информация об этой радиостанции или, может быть, вы там работаете, то свяжитесь со мной. Поделитесь информацией. Заявка Геннадия Ф. Хотелось бы новогоднего научпопа. Про колонки и звук, по-моему, уже все сказано. Перемалывать косточки диффузоров оставим аудиофриком. Да. Чудеса научпопы как бы не признают. Даже не как бы, а откровенно ненавидят. В частности, из-за этого я очень настороженно отношусь к тому, что сегодня называют этим нелепым словом научпоп. Когда его произносят, передо мной всплывает примерно такая картинка. Я прошу прощения у яркого представителя научпопов и у тех, кто пожелает обидеться на эту карикатуру. К верующим в Бога она не имеет отношения. Это собирательный образ, и сейчас я объясню, почему он именно такой. Есть очень много достойных и полноценных материалов в научно-популярном жанре. Да, именно так. Научно-популярный жанр, в котором и я работаю, но отнюдь не научпоп. Для меня это разные понятия. Надо признать, довольно много очень хороших авторов научно-популярных публикаций называют себя аббревиатурой научпоп. Модное слово, его никто не запрещает, в том числе и я, но мне оно крайне неприятно, и я однажды понял почему. Дело тут вовсе не в неблагозвучности, а в сути этого слова, от которого отгрызли смысл. Итак, в чем же эта суть? Начну сразу с главного. Научпоп культивирует черно-белое мышление. Есть нечто правильное – это якобы научное, хорошее. И неправильное – псевдонаучное, лженаучное, шарлатанское, мракобесное – плохое. Последнее подлежит уничтожению и как можно скорее. Спросите, а чего же тут неправильного? В топку этих плоскоземельщиков. А вот и не так. Дело в том, что такая позиция противоречит одному из основополагающих принципов научного метода – принципа фальсифицируемости. Он же критерий Поппера. Этот принцип или критерий предполагает, что теория считается научной только в том случае, если она может быть каким-либо способом опровергнута, то есть может быть представлена другая теория или объяснение того же природного явления. Если теорию нельзя опровергнуть, то это не научная теория, а догма. То есть это уже не наука, а религия, диктатура. Сегодня практически весь научпоп – это догматизм, прикрытый фиговым листком наукообразие. Он отвергает основной двигатель науки – сомнения. Кроме того, подспудно не дает права на ошибку. Усомнился – да ты мракобес. Ошибся – гнать тебе поганой метлой из геносово-сивилизованного совобщества. В России вообще докатились до вполне себе официальной инквизиции. Да, вы не ослышались. Инквизиции. При Академии наук организовали комиссию по лженауке. Это вообще позорище. Средневековье какое-то. В общем, да здравствует черно-белое мышление. К чему это ведет? Да, посмотрите вокруг. Уже привело. Вы живете в мире абсурда Орвелла. Вокруг нас черно-белые умники с промытым мозгом, готовые чуть ли не поубивать друг друга. Да, и к этому причастен в том числе тот самый научпоп. Как же распознать этот вредный научпоп? Отличить его от научно-популярного жанра? Очень просто. Основной принцип вредности я уже раскрыл, а признаки и примеры сейчас поведаю. Определить научпопов можно, например, по словам и словосочетаниям, которые они употребляют в своих речах. Вот примеры. Маркобесия, лженаука, псевдонаука, скептическое мышление, фрик, альтернативщик, шарлатан, разоблачение, антипсевдолжи и другие близкие по смыслу слова. Любимое словосочетание научпопов – популяризация науки. В общем, если вы слышите эти ключевые слова, то включайте бдительность на полную мощность. Скорее всего, вам промывают мозг. Вообще-то многие из искренне считают себя миссионерами от науки, что они несут свет знания в темные массы заблудших, но даже не подозревают, что заражены черно-белым мышлением. А сейчас примеры тех, кто засветился на поприще внедрения научпоповского догматизма. С особой осторожностью нужно воспринимать тех научпопов, кто связан с некоммерческими фондами типа эволюции. Это Антропогенез, Курилка Гутенберга, Премия Врал, общество скептиков, Сайтопус и прочие. Зайдите на сайт фонда эволюции и посмотрите, кого они там поддерживают. К сожалению, влияние этих контор и обществ довольно сильное. Внешне у них все благообразно и привлекательно. Этим и прельщаются довольно много наивных ребят, оболваненных поповским догматизмом, замаскированным под науку. От этих деятелей лучше держаться подальше. Самое веселое – это научпоп в тиктоке. Ну да. Вместо того, чтобы создавать свои прогрессивные платформы и методы образования, эти недопросветители тащатся на поводу уже дебилизированные массы пожирателей и чипсов. Тикток. Кто там? Параллелограмм. Ух ты. Познавательно. Эй, бро. Закрой в башке свое дупло. Ща постой скажу закон приро. Эмца в квадрате – это ее. К счастью, не все, кто соприкоснулся с научпопами, превратился в тыкву. У нас еще много и, надеюсь, будет еще больше здравомыслящих ученых и людей, жаждущих познавать мир старым добрым научным методом. Я очень надеюсь, что вы, мой друг, в их числе. Сомневайтесь. А мы продолжаем день чудес и научные фигни. Кстати, отличный и веселый вопрос в продолжении темы. Максим Еремеев спрашивает. Яндекс выпустил станцию второго поколения и, как они заявляют, туда поставили опериодическую решетку, которая защищает звук от искажений. Это правда или просто маркетинговый ход? Большинство моих зрителей, которым я промыл мозг… Да ладно, мы же все на над аудиофилами хихикаем, хоть это и нехорошо. Но ради хайпа, конечно же, можно. В общем, большинство из вас сразу скажет, что это чушь и маркетинговое навешивание лапши. Мне даже профессионалы об этом говорили. И моя первая реакция была такой же. Но я присмотрелся и… Что-то в этом есть. Подумал-подумал и вспомнил целых две причины, по которым этот безусловно маркетинговый ход может быть правдой. По порядку. Это мелкая колонка с пассивным излучателем. Уже стереотипное решение для микробухтелок. В акустической системе с уменьшением внутреннего объема начинают расти адиабатические нелинейные искажения. О них я уже подробно рассказывал. Для того, чтобы их уменьшить, можно внести перед диффузором дополнительное акустическое сопротивление в виде какого-либо препятствия. Кстати, существуют конструкции акустических систем, в которых часть диффузора перекрывается щитом или диффузор направлен в пол, а звук выходит в узкую щель. Но в таких конструкциях есть дополнительный резонанс, связанный с объемом перед диффузором. Он не будет высокодобротным, но все же, хотя бы теоретически, он есть. Хаос в решетке, или тут он называется опериодичностью, вполне может разбить этот резонанс. Но это еще не все. После этой решетки стоит еще более мелкая сетка с тканью. Ничего вам не напоминает? Все вместе – это классическая панель акустического сопротивления, то есть демпфер, который сглаживает резонансы и выравнивает АЧХ. То есть получается, что эта конструкция хотя бы теоретически, во-первых, снижает нелинейные искажения, связанные с адиабатическим процессом, и, во-вторых, снижает линейные искажения, уменьшает неравномерность АЧХ. Скорее всего, влияние этой конструкции на искажения будут небольшими, но теоретическое обоснование я уже подвел. В общем, в этом маркетинговом тексте придраться можно разве что к стилистической ошибке. Решетка не защищает звук от искажений, а уменьшает их. Вот как-то так. К сожалению, это всего лишь мое предположение. Потому что я не могу его проверить. У меня нет такой колонки. Мне нравятся люди, которые задают неудобные вопросы и не стесняются показаться глупыми. Это действительно ценное качество, помогающее в познании мира. Виталий Козлов задает сразу несколько вопросов, на которые мне сложно ответить, но я кое-что скажу. Как человеческий мозг реагирует на крайне низкие радиоволны . Могут ли радиоволны вызвать выкидыш у самок? Вызывают ли радиоволны онкологические заболевания? Об одном эксперименте по изучению влияния инфронитских частот электромагнитного излучения на человека я подробно рассказал в фильме «Резонанс Шумана». В этом исследовании обнаружилось влияние на циркадные ритмы человека. Про исследование на тему выкидышей я ничего не слышал. Вернее, я не искал такую информацию. В любом случае, однозначно ответить на него не получится, потому что в вопросе не обозначены начальные условия, а их разнообразие может быть очень большим. Какие напряженности полей влияют, какие нет, в каких условиях находился объект и прочее. Если вас интересует влияние обычного бытового электромагнитного фона, то у меня очень большие сомнения, что он может как-то влиять на течение беременности у любых млекопитающих. С онкологическими заболеваниями, скорее всего, то же самое. Тут даже скорее наоборот. Некоторые излучения вообще применяют для лечения онкологических заболеваний. Хотя, если рассматриваясь ультрафиолетовое излучение, то тут есть доказанная корреляция с появлением онкологических заболеваний. Ну и в этом вопросе также может быть очень большое разнообразие начальных условий. Возможно, существует множество других условий, при которых клетки начнут хаотически делиться. Поищите такие исследования. Мои познания в медицине пока неглубокие. Аймерин пишет. У меня есть пара колонок Эстония-стерео. Какой усилитель прикупить? Эх, очень хорошие колонки советского времени. У них интересная конструкция с двумя резонаторами Гелемгольца. Вам повезло. Теперь насчет усилителя. Друзья, о выборе усилителя под любую задачу я очень подробно рассказал в фильме «Ошибка аудиофила 4». Посмотрите, там не только о выборе, но и еще много интересного. А если очень коротко и немножко по-другому, то приобретать можно любой усилитель, который вам понравится и будет по карману. Сегодня их разнообразие гигантское. Я бы на первое место поставил функциональные возможности. Например, я бы хотел, чтобы у усилителя был селектор входов. Была бы возможность подключать оптику, блютус-устройство, желательно с современными кодеками типа LDATS и aptX Low Latency. Был бы селектор выходов для подключения разных колонок. Но это мой выбор. В общем, прикиньте конфигурацию вашего аудиокомплекса с расчетом на будущее и ищите подходящий усилитель. Возможно, ваш выбор остановится на ресивере. Это вообще универсальное устройство. А теперь… У нас же праздничный выпуск. Значит, должны быть и не только техника и наука. Кстати, друзья, многие из вас знают, что у меня есть и второй канал. Там я выкладываю всякие экспериментальные неформатные видео и всевозможные экспромтные передачи. Но сегодня день особенный, праздничный. День моего рождения. Значит, сегодня мне можно все. Хотя мне всегда можно все. Короче, праздник у нас сегодня и на втором канале. Приглашаю. С вами всегда я, Александр Щербин. Познавайте мир. Но я с вами не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok